Девушки отдыхают Детской музыкальной школы Пальской И как мне представляется Я думаю многим полишанам Что наша Пальская Музыкальная школа Довольно сильная И выпускники Может быть часть выпускников Имеют возможность поступить в какие-то дальнейшие музыкальные вузы Вот так ли? Соходы ли принимают после Пальской музыкальной школы детей? Вообще мне очень хочется верить и надеяться Что наша музыкальная школа действительно сильная У нас хороший уровень И в области мы широко и хорошо известны Потому что наши учащиеся Периодически участвуют в конкурсах Различных уровней В частности Буквально недавние результаты В прошлом году Мои ученики стали Дипломатами первого всероссийского Конкурса пианистов И в этом году Ученик Бориса Александровича Шамина Моего коллеги Балалайшенко Занял первое место На тоже всероссийском конкурсе Исполнительных струнных щепковых инструментов Тут я, конечно, еще горда тем Что я аккомпанировала эту мальчику Я тоже была отмечена как концертмейстер В этом конкурсе И вот эти успехи Это не разовые Это буквально каждый год Наши учащиеся занимают какие-то достойные места На конкурсах разных уровней Как я уже сказала И сейчас, в частности Опять же, ученица Бориса Александровича Шамина Маша Пескова Моя ученица, они глухих Они успешно учатся В Ивановском музыкальном колледже Кстати, это и моя, и Борис Александрович Альма Матер Мы оба закончили это музыкальное учебное заведение А после вот Нашей музыкальной школы Можно поступить прям сразу Минуя средне-специальное Сразу поступить в высшее музыкальное У нас так не принято То есть у нас обязательно В смысле не только из нашей музыкальной школы Вообще наша педагогическая система Музыкальная Она заключает в себя Начальное звено музыкальную школу Потом средне-специальное учебное заведение Обязательно музыкальное училище И затем уже высшее музыкальное образование Это консерватория То есть, по сути дела Чтобы получить высшее музыкальное образование Человек должен потратить в среднем Сейчас я скажу, сколько получается лет Так Ну, у пианистов всегда было раньше 7 лет музыкальной школы Плюс 4 года училище Это значит уже 11 лет И плюс 5 лет консерватория То есть 16 лет Человек должен заниматься музыкой Это как минимум Чтобы получить высшее музыкальное образование Какой бы ты не был талантливый Перескочить вот в среднее звено невозможно Я не знаю, как, например, в крупных таких музыкальных школах Как ЦМШ В Москве Но мне кажется, все проходят вот эти Именно вот эти этапы Это еще круче, чем у медиков То есть у медиков там учатся Ну, медики должны хорошо заниматься в школе Общепозавательную физику, химию Я думаю, хорошо биологию знать Ну, а у нас мы занимаемся музыкой Вот тоже начиная с общепозавательной школы В смысле с того периода 7 Слушай, а вот ты вот сказала по поводу конкурсов Вот мне было интересно Вот, ну, есть, не знаю, математический конкурс Где, в общем-то, ну, ты либо справился с заданием Либо не справился Ну, очевидные как бы вещи А в музыке Я вот не понимаю То есть вот выступает человек Ведь музыкальное произведение, когда он отыгрывает Там много составляющих, да Есть и вот это там Ошибки какие-то такие, да Там не тем пальцем не на ту клавишу нажал Там ритм где-то у тебя плавает Там есть еще, наверное, такая составляющая Как мне представляется Ну, талантливое прочтение произведения Ну, какого-то, как ты говоришь С душой играет человек И таких факторов Их уже в музыке очень много И вот как жюри определяет вот это вот Ну, кто победил, кто не победил Ведь, например, человек мог Изумительно технично отыграть Ну, абсолютно без души, так скажем, да А другой прям с душой Но вот где-то вот лажанул маленько Это очень субъективные вещи, конечно С одной стороны Это вещи очень субъективные С другой стороны Ну, во-первых, в жюри сидят люди Которые имеют громадный опыт И музыкантский, и преподавательский И ты вот совершенно правильно сказал То, что когда ребенок выступает Ну, или музыкант, скажем так Начинающий музыкант Потому что, конечно, это уже начинающий музыкант Учитывается все Действительно, насколько он играет безошибочно Все-таки на конкурсах большого, высокого уровня Ошибаться нельзя Дальше Насколько он техничен Насколько он владеет звуком Педалью Насколько у него уже складывается Палифоническое мышление То есть учитывается множество всяких факторов И действительно, я, например, очень против того Чтобы музыка превращалась в спорт А иногда это тоже случается То есть считать, чем играет быстрее, тем лучше Ну, я считаю, что это неправильно И это не так На самом деле Все, что музыкант исполняет Он должен исполнять осмысленно Для меня это важнее всего И мне само это кажется Я способна оценить игру своих учеников И я всегда очень строгая и придирчива к их исполнению Мне кажется, они все-таки играют достаточно осмысленно И это моя гордость Слушай, а вот ты всегда согласна с мнением жюри? Или скажут Вот эти Ведь, знаешь, еще такой момент Все равно в жюри же сидят люди И педагоги каких-то учебных заведений И вполне возможно, их дети Из их учебного заведения Тоже участвуют в конкурсе И все равно ты волей-неволей будешь лоббировать своих Может быть, где-то так Закрывая глаза на какие-то ошибки их И ты приезжаешь со своими детьми И ты понимаешь, что засудили Мирозавца Засудили прям Были такие? Вот ты знаешь, я говорю, как ни странно Поверишь, нет Вот не помню ни одного такого случая Да Чем хороши конкурсы Ты имеешь возможность и на других посмотреть И себя показать, так сказать То есть всегда ты видишь приблизительно Средний уровень конкурса Ты способен его оценить И уже когда ты прослушался выступление Тоже приблизительно знаешь Как твои дети выглядят на вот этом общем фоне На этом общем уровне Отборочные туры проходят в нашей шуйской школе С которой я в свое время тоже заканчивала У меня там все преподаватели, все мои знакомые Все ко мне очень хорошо относятся Вот это называется мохнатая рука Да или там? Ну извини В шуйской школе с другой стороны там 20 человек по-моему что-то Ну и 13 точно преподавателей фортепиано Я здесь одна А их там 13 человек И все очень амбициозные и хорошо работают И у них много хороших учеников Так что даже как бы хорошо они ко мне относились Я не думаю, что не в ущерб собственным ученикам А там уберут моих, согласись Но ни разу я не могла сказать, что нас засудили Вот честно Ну хорошо Честно А говорят справедливости в мире нет Где там она есть? Видимо в музыкальной сфере Хочется верить Ну не знаю Ну честно Я с этим не сталкивалась Слушай, а вот еще такой вопрос Ну не по поводу уже конкурсов А по поводу обучения детей Я знаю, что есть две теории Одна там, что есть визуалы, аудиалы Им нужно информацию подавать именно вот так К чему они расположены Есть другое мнение, что все это фигня На самом деле Как ты преподаешь Индивидуально подходишь к детям Потому что дети же, ну все же разные Кто-то более старательный Такой еще и петильный Кто-то более расхлябанный К тому-то и быстрее нужно Ну как-то Кого-то пожестче Кого-то больше хвалить Кого-то больше ругать Вот у тебя есть индивидуальный подход И вообще какая у тебя есть какая-то своя метода На самом деле, мне кажется, тут больше Скорее психологические аспекты В общении с каждым ребенком Например, мне бывает очень трудно с детьми С которыми у нас не совпадает темперамент То есть, ты меня знаешь уже давно То есть, приблизительно представляешь Что я человек достаточно эмоциональный Это отражается на моей речи Я разговариваю быстро Реакции мои яркие Потому что я эмоциональный Человек, я думаю, что у меня смесь Ну, наверное, холерика с англиником где-то И время от времени мне попадаются дети флегматики И это сложно Потому что они долго думают Они что-то медленно делают Они не сразу реагируют на мои какие-то слова Я уже подпрыгиваю, я уже разногиваю руками Они очень спокойно и медленно на все реагируют И мне это бывает очень тяжело Потом, естественно, я стараюсь учитывать Индивидуальные особенности ребенка Потому что дети поступают в разные способности Хотя бы даже элементарно Одно дело, ты занимаешься с ребенком способным Которых все с лету хватает С другими приходится проявлять больше терпения Потому что в первую очередь педагогический труд Это, конечно, терпение, 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 терпение И еще раз терпение Нет, нет, ничего не нужно Мы родим немножко педагог Надо воспитывать ребенка Пытаться что-то проявить Мне бывает порой страшно От того, что я где-то могу Либо не настоять Где-то, наоборот, проявить жесткость И тем самым навредить ему Потому что мы не знаем Как слово наше отзовется И как поступить правильно И находишься Ну, я, во всяком случае, нахожусь Постоянно на таком сомнении Я думаю, не только ты Вот Так у меня там, ну, мой ребенок Знаешь, как говорил Тарас Бульба Я тебя породил, я тебя, так сказать Надеюсь, не убью Тарас Булбук Вот он именно так и сказал Но я-то так и говорить не буду, естественно А вот мне кажется Что ответственность педагога Вот когда ты придаешь какой-то предмет Можно привить любовь к этому предмету А можно настолько ребенка От этого предмета отвратить Что будет Люди же не рождаются, допустим С ненавистью к химии, предположим Эта ненависть приходит с гадами Соответственно, и с музыкой то же самое Я стараюсь, чтобы детям было интересно со мной И с музыкой, понятное дело Для меня большой подарок, когда ученики Они все-таки такие Закончить музыкальную школу Не продают сразу инструменты А продают каким-то образом Все-таки музыцировать Играть у меня есть такие ученики В Палихе много музыкальных групп Ну, не то, что много Но какое-то количество есть Ну, я считаю, для Палиха много Да, и для Палиха это довольно серьезно Мне же не даром считается, что Палих Это музыкальная столица Ивановской области Я согласна Такие яркие коллективные Мне всегда было интересно В общем объеме Наверное, 90% Это люди, которые не имеют музыкального образования Не ходили в музыкальную школу Вот почему так? Почему эти люди не пошли в музыкальную школу? Лишь, может быть, это как-то... Ну, насчет почему они не пошли в музыкальную школу Это вопрос не ко мне Ну, талантливые же ребята Буквально одаренные И они как-то почему-то... Ну, дело в том, что, понимаешь Во-первых, у нас образование все-таки И до сих пор остается В основном академическое В принципе, я считаю, что Цель музыкальной школы Ну, в частности, моя цель, да? Стараюсь научить владеть инструментом А дальше ты с этим инструментом Можешь делать все, что угодно Можешь играть какую угодно музыку То есть моя задача тебя научить им владеть Бытует мнение Что занятие музыкой Развивает какую-то там область мозга И человек становится, ну, как сказать Более... Ну, приближается к идеалу Интеллектуального человека Или все-таки Это все просто мифологии И это придумали музыканты Чтобы немножко приподняться На черги Нет? Ну, понимаешь Опять же Вот Это очень большой вопрос Большая тема для разговора Потому что Многим людям У которых есть проблемы с речью Им очень рекомендуют заниматься музыкой Потому что мелкомоторика В принципе, игра на фротопен Это мелкомоторика Это очень связано с речью Я не знаю точных механизмов этого Но это действительно Очень связано с речью Люди, у которых есть проблемы с заиканием Очень советуют петь Например, потому что Ну, тянут гласную Видимо, это каким-то образом Помогает справиться с этим дефектом Ну, да, да Потом, ну, представь Какая работа мозга происходит Когда ребенок Ну, и вообще человек Играет, ну, это уже фортепиано У тебя играют обе руки Одна играет одно Другая играет другое Координация, да, опять же Ты, когда играешь мелодию И играешь аккомпанемент Ты по-разному прикасаешься К инструменту То есть у тебя мелодия Должна быть ярче А аккомпанемент должен быть тише Соответственно Правая рука Прикасается Ну, так, примитивно объясняю Плотнее к инструменту Левая прикасается легче Попробуй вот это сделать так Чтобы у тебя правая Прикасалась Есть такой способ Там в гладице Похлопывая Да, да, да Прикасалась плотнее А левая напрямую легче Это тоже непросто Потом Когда ты играешь Музыкальное произведение У тебя работает слух Ты слушаешь Что ты играешь Ну, вообще Как я еще детям объясняю Что такое память музыкальная Она состоит Из нескольких Составляющих Это у тебя Слуховая память Ты запоминаешь Просто мелодию слухом Визуальная память Ты видишь ноты Ты запоминаешь Нотный текст Непроизвольно Когда там же есть Период Разбора музыкального произведения Освоения Это музыкальное произведение То есть ты работаешь с нотами То есть у тебя еще Визуальная память Включается Дальше Какая-то аналитическая память То есть ты анализируешь В какой-то анализ У тебя происходят Все события музыкальные Есть ли там отклонения какие-то Гармонии определенные Которые там используются То есть есть какая-то логика Построения музыкального произведения Потому что как и наверняка у вас в шивописи, и у нас в музыке, у нас есть свои законы определенные, да, построение, например, музыкальное произведение, с композицией у нас тоже композициями. Ну, у вас композиция, цвет очень близко. Да, цвет очень близко. И плюс еще моторная, ну, кстати, моторная память самая ненадежная. Моторная это вот, ну, непосредственно пальцевая, да, потому что если ты не слушаешь, если ты не анализируешь, если ты, у тебя нет какой-то визуальной картинки, палец сбился, все, ты пропал. Ты попал пальцами на ту клавишу, и ты уже можешь не найтись, где ты находишься, вот. И опять же, большая тренировка нервной системы. Представляешь публичное выступление? Я представляю. А вот я нет. Ну, ты же постоянно публично выступаешь, в смысле. Для меня вот особенно в музыкальных школах это был ужас. Ну, вот, видимо, такая у меня нервная система, мне всегда публично выступать было очень тяжело. У меня тряслось все, что только могло. Вот. Ну, вот это особенность моей нервной системы. У меня поначалу, когда, ну, я публично там где-то выступал, поначалу был мандраж. А потом с возрастом, как говоришь, с годами или с опытом, я не знаю. С опытом, я считаю, это был такой здоровый пофигист, и я все равно устал. Ты выходишь, и что-то вот так. Это еще с опытом, потому что говорят, если ты чего-то боишься, да, то надо делать именно то, чего ты боишься. Если ты хочешь преодолеть этот страх. То есть, если ты хочешь выступать более-менее спокойно, то должен выступать много. Вот, кстати, в этом отношении мне очень помог сейф. Потому что приходилось играть совершенно перед разными аудиториями, перед разным количеством человек, в разных помещениях. То есть, иногда вот слушатели стоят вплотную к тебе. Когда-то там это площадь, там огромное количество народа. И здесь тоже просто отключаешься, переключаешься и делаешь свое дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю, что ты, помимо своей основной трудовой деятельности в музыкальной школе, еще пела, переиграла в сейфе, потом, не знаю, играла, во всяком случае, пела точно в честных сомелье. И еще был сентябрь. Ты занимаешься музыкой, и то, что для души и развлечений, это тоже музыка. Что ты не музыкальный, ты уже постоянно в музыке. Английский язык еще. Английский язык, это хобби. Да. А вообще, зачем английский язык тебе? Мне кажется, что буквально еще чуть-чуть, и уже во всех гаджетах, смартфонах будут просто автопереводчики, ты будешь говорить с человеком, и тебе телефон в наушник будет переводить, прям вот чудесно, все будет хорошо. Ну, хотелось бы в следующий вопрос задать. Тогда почему ты занимаешься английским языком? Ну, я-то занимаюсь всего ничего, и у меня до сих пор входит... Сомнение, да, сравнение. Я не могу ответить, зачем, зачем? Ну, поскольку это интервью не мое, я могу ответить на этот вопрос, могу запросто. Просто интервью-то не обо мне, а тебе. Давай меняемся, мне этого мнения тоже не нравится. Ну, хорошо, давай. Я пошел туда только из-за того, что... Вот сидишь и думаешь, ну, что, я там, 40 уже с лишним лет, думаю, что я себе представляю, ну, да, там, рисую какие-то картинки. Надо как-то, чтобы мозги не застряли где-то, вот, да, вот, в привычной стрезде. Ну, как-то себя вырвать из этого и попытаться научиться чему-то новому, чтобы просто не заскорознуть. Кстати, Альцгеймер отступает. Перед теми, кто занимается. Сдается, перед англичанами сдается даже Альцгеймер. Нет, перед теми, кто изучает различные иностранные языки и, кстати, занимается музыкой. Да? Да, так что надеюсь, что-то другое, возможно, меня настигнет, но Альцгеймер меня не догонит. Я надеюсь на это, да. Ну, я, конечно, не в этом мешаю, а ты для здоровья. Для чего вы занимаетесь английским языком? Для здоровья, извините, да? Ты знаешь, ну, во-первых, мне всегда нравилась мелодика английской речи, а во-вторых, ну, по большому счету, это еще хорошая туса. То есть, у нас подобралась очень симпатичная компания тех, кто занимается английским языком. И, честно говоря, во многом это еще просто интересное, хорошее общение. Мне очень нравится наш преподаватель Александр Леонов. И это, кстати, хороший преподаватель, ты сам знаешь. Он способствует успехам своих учеников. Очень сильно. Ну, особенно у маленьких детей. Если они влюблены в личность учителя, они будут лучше заниматься. Если им учитель не нравится, это будет обязательно сказываться на их успехах. По этой теории мне надо заменить Сашу Леонова на какую-то симпатичную девушку. Потому что влюбиться в Сашу Леонова при всей его очаровательности я не смогу. Не влюбляешься, не по гендерному принципу влюбляешься, а влюбляются в человеческие какие-то качества. Нет. Ну, вот я, например, мне может понравиться и женщина, если она интересная личность. Вчера познакомился с французской женщиной. Живой? С живой французской женщиной, да. Если бы она была мертвой, было бы непонятно, французская она женщина или какая-то другая. Конечно, смерть, она такая-то всей национальности несколько. Ну, может, у нее бирочка висела на ноге. Бишечка. Модель франш? Да, да, да. Да-да, это балерина такая, футушка. И она сказал, мы все сидели трапезничали, я сказал, что все, что до шести можно есть, сок угодно, в любых количествах. На французском сказал? Она сказала на английском. Ну, там был переводчик. Ну, нет, ну, я что-то понимаю, видишь, как вы уже сказали, что я на английском тоже, так сказать. Чуть-чуть понимаешь, да, прикольно, кстати. Раньше, буквально год назад люди говорили по-английски, я не понимал ни слова, кроме таких слов, как фак и что-то такое. Сейчас уже так-то, да? Что-то, что-то, что-то осмысливость какая-то появляется. В общем, она сказала, всем, кто хочет худеть, можно жрать все, что угодно. Мясо, свинину, там. Ну, французских балерин легче понимать, да? Нет, французских легче, на самом деле, ну, они же для них же не родной английский язык. А люди, которые говорят на английском их неродной, и для нас он неродной, им понимать легче, конечно. Они так стараются говорить простыми фразами и без всякого там сленга, такой академический английский. Ну, окей, будем снимать дальше. Давай. А мне, в общем, понравилась твоя мысль по поводу того, что английский язык лечит альцгеймер, а вот как ты думаешь, французский язык от чего помогает? Просто вот хотелось бы знать эту перечень. Ты меня неправильно понял, ты передернул сейчас, потому что я сказала, не у тех, вине, не тем, кто занимается английским языком, не страшно, а альцгеймер, а все вообще людям, которые занимаются какими-либо, изучением каких-либо языков. А если ты еще знаешь и много этих языков, потому что говорят, один выучишь, а дальше там уже остальные, ты знаешь, как по массу просто. А вот. Нет, а теория отличная, мне кажется. Выложим в доктору. Не, я ее придумала, ты понимаешь. Приходишь в больницу, говорит, у меня больной желудок. Он говорит, так вам, батюшка, надо новозеландский там какой-нибудь его учить, да, какое-нибудь наречие там каких-нибудь индейцев, баригенов. Ну, если все-таки вернуться еще к языку, к английскому, все-таки хотелось бы чаще путешествовать. Я надеялась, что в путешествиях мне английский язык поможет. Ты знаешь, это есть такая, видел, такую футболку, на ней просто английскими написано там, где туалет, где кофе, там, как найти автовокзар, и ты тычешь пальцем вот в это все. И все. И зачем английский язык? Ну, ты знаешь, все фразы на футболке не поместишь. Это просто футболку нужна немаленького размера. Ну, разве только. Ты знаешь, никогда не задумывался. Это все-таки у мужчин очень такой утилитарный, прикладной мозг. Вот для меня иногда просто, знаешь, какие-то вещи просто абстракция, приятная и радостная. Ну, а кроме английского языка, что у тебя вообще? Ну, вообще всю жизнь с раннего возраста меня спровождала литература. Я очень люблю читать. Научилась я читать рано и всегда читала очень много. Это было любимейшим занятием. Меня папа выгонял, он говорит, Таня, иди погуляй. Хватит с книжками сидеть. Я очень люблю читать. Знаешь, у меня... Ну, кстати, улицу я тоже очень любила, и мое детство было очень активным. Все деревья были облазаны, все территории были оббеганы, игры у нас было в море. Я прекрасно кидаю ножички в землю разными способами. Могу тебе продемонстрировать как-нибудь. Да нет, спасибо. Где-нибудь хотелось дожить до возраста альсгеймера и проверить, поможет тебе на английское заберение. Ты знаешь, Леша, встань до Аудеева, и яблоко тебе на голову, да, и мы сейчас будем метать ножи. И самодельных луков тоже стреляла. Ну, у меня детство было очень активное в этом отношение. Так зачем тебе? Ты не пропадешь с такими боевыми навыками в твоей стране. Ты можешь гулять по каким-то злачным районам, если что. Вот у меня есть младший брат, но младший он ненамного, на 5 лет. Но когда я был ребенком, у нас был только телевизор, в котором было два канала. И смотреть там было особо нечего. И все. То есть, ну, никаких компьютерных игр тогда и поменей не было, ни интернета, ничего. Игрушек, по большому счету, каких-то там хороших тоже не было. Это называется «иди на улицу, поиграй с палкой». Вот. Поэтому, наверное, ты играл с ножницей. Вообще развивало воображение, кстати. Играл с деревьями и ножами. И я тогда много читал. Ну, просто надо же как-то развлекаться. Не все же палками там стучать по деревьям. Ну, я как-то не читал это развлечением. Это для меня был целый мир. И вот брат у меня, он уже не читал практически. Потому что, когда он вошел в какую-то такую пору, он там уже появились и мультики по телевизору наше показывать какие-то там эти. И компьютерные игры там еще. И игрушки хорошие подключились. Ему это стало интересно. Вот современные дети, мне кажется, читают намного меньше, чем читали мы. Именно по этой причине. Потому что им есть чем, блин, заняться. Нам тогда выхода. Нас говорят, советская страна самая читающая в мире. Потому что отключи сейчас интернет. И все, и мы снова будем читать книжки. Тут опять же очень такой вопрос спорный. Почему я, кстати, об этом думала? С одной стороны, чтение, на мой взгляд, оно очень полезно. Почему? Потому что оно расширяет кругозу. И, видимо, от чего-то лечится. Нет? Я не думала об этом, Леша. В первую очередь, чтение, на мой взгляд, развивает воображение. То есть, это все равно некий процесс творчества. Потому что творчество, в первую очередь, что? Это воображение. Тебе приходит некий образ, который ты хочешь воплотить. Или в музыке, или в живописи, скульптуре. Все две. В первую очередь, это образ. То есть, это воображение. Чтение развивает воображение. Потому что, когда ты читаешь книгу, ты себе зримо что-то. Ты всегда себе представляешь что-то. Потом чтение. Это, как я уже несколько раз сказала, это, в основном, чтение расширяет кругозор. Ты знаешь, я себе, той, которой я была, я себя очень сильно завидую. Мне столько всего интересовало в детстве. Мне было столько всего интересно. И ответы на эти интересующие меня вопросы я находила именно в книгах. Ну, а какую книгу ты могла бы порекомендовать нам, например? Ну, или не только нам, а вообще, в принципе, зрителям. Не знаю. Мне всегда, в Перу очень нравились те авторы, у которых есть какой-то свой определенный стиль и язык. Вот есть произведения, которые ты просто узнаешь по языку автора. Ты можешь, даже не зная, что это, что это принадлежит его Перу, ты можешь понять, что это этот автор. Мне всегда очень нравился Бога. Мне нравилось как раз отношение языка в Англии. Им написано было очень мало. А вот потом мне очень нравился в какой-то период наборок. Да много. На самом деле огромное количество литератур было прочитано. И много авторов, которые мне очень нравятся. Если бы вы стали супергероем, вы каким бы стали супергероем? Суперженщина? Халк? Ну, я не настолько в тени. Ну, хорошо. Какую бы суперспособность вы себе заимели в своем арсенале? Даша, ты меня ставишь просто в тупик. Никогда не думала об этом. Вы в детстве были хулиганкой или послушным ребенком? Ты знаешь, из меня из-за всех сил делали послушного ребенка. И, в общем-то, им во многом это удалось. К сожалению. Но, с другой стороны, я была очень активным ребенком. То есть я очень любила движения, я очень любила бегать, носиться, ласить по деревьям. Вы крушили что-то в детстве? Ну, что-то вы совершили такое прям безумство какое-то детское? Ну, а что безумства я не помню. Но я всегда быстро очень бегала, много падала. Сбивала коленки и разные другие места. Лазила по деревьям. Лазила по гаражам, по крышам. Однажды упала с крыши, один гараж стоял вот так, с таким наклоном, второй стоял вот так. Я под этой наклонной крыши зимой, я подскользнулась и прямо на спину упала на другую крышу. Правда, мне раз уже ничего не ломало. Ничего. Все целое, все свое родное. Все целое, да. Не одной искусственной кости или сустава. Все свое родное. А самые радостные воспоминания из детства есть у вас какое-то? Ну, ты будешь сменяться, конечно, наверное. Ну, была радость, когда купили фортепиано. Всю жизнь я хотела заниматься на фортепиано. А мне наконец купили фортепиано. Ну, это было счастье. Ну, потом, ну, какие-то глупости такие, ну, пятерку получила, там, ну, год закончила с отличием. Ну, какие-то успехи. Ну, так и вы приезжали. Я была отличная. Я тоже пиццы возьму, можно? Леш, ты вырываешься? Нам для тебя ничего не жалко. Ты меня возьми. Отлови, Коля, еще тоже будешь. Подожди, я так возьму. Ты не отломи всю пиццу. Нам больше тут беседовать. И как тут, собственно, разговаривать, когда еще надо как-то умудряться и есть пиццу. А есть у вас домашние животные? Нет, и никогда не было. Почему? Большая ответственность. Я на себя ее не готова взять. А какие животные вам больше нравятся? Имеешь в виду домашние? Да. Ну, наверное, собаки. Собаки? Большие или маленькие? Мне больше нравятся большие собаки. Пушистые или лохматые? А пушистые лохматые не одно. Как так? Лохматые-то не причесанные. Пушистые и не причесанные. Вот с многими девчонками, с которыми я общалась, вот у всех я спрашиваю, и у них у всех в какой-то момент возникала мысль. Они утили мне монастырь. Вот у многих, вот очень большой процент среди моих подруг, процентов 80, у них у всех, у вас не возникало такой идеи? Нет, никогда. А какую суперспособность вы можете у себя утрернуть до такой степени, что вы можете поставить по ней рекорд? Даша, ты правда меня ставишь в постоянном ступе. Честно говоря, я даже не могу предположить, не знаю. Ну вот, если бы про вас захотели написать книгу, как бы вы ее назвали? Про вас и вашу жизнь? С Лешами было разговаривать проще, могу сказать. Мой Камф, мой Путин, все. Май Уэй. Хай Уэй Хай Уэй. Хорошая подсказка, кстати. Поли уже зажавел, пока. Он будет тут снимать, он долго. Вот, кстати, как же про суперспособность это, я забыла, я хотела бы быть прекрасной джазовой певицей. Это же моя мечта вообще жизни. Я хотела бы быть джазовой певицей. А что, да? А что, да? Музы, буги? Нет, это не... Это надо иметь определенный дар, который у меня нет. А есть развитие его? Нет. Есть дальности... Мы не учимся. Есть какие-то вещи, которые никаким обучением невозможно достичь. Обучение тебе помогает раскрыть какие-то способности, но это должно быть изначально. Каких-то способностей... То есть, с джазом в душе надо родиться? Я думаю, да. То есть, включила какой-нибудь Элла Фиджеральд? Ну вот. Моешь посуду и подпеваешь. Знаете, моя гордость у нас с Эллой Эдс Фиджеральд в один день рождения, 25 апреля. А это знак? Это знак. Вы, кстати, верите в эту знак? Нет. Не очень. И, конечно, вот Элла Фиджеральд, кстати, хорошо, что ты вспомнила о ней. Вот это одна из самых знаковых для меня вообще фигур. Ну, то есть, а знаки вообще никак. Ну, мне это бывает любопытно, интересно, но я отношусь достаточно скептически. И к пироскопам? Да. То есть, ну, вообще все. Ну, мне это интересно. И, в принципе, это любопытно. Но я в это не очень верю. У меня просто сейчас период в жизни, я очень увлеклась этой темой. И у всех поэтому спрашивают. Это так интересно, когда ты родился, какие звезды там сплелись, чтобы ты родился. Это очень интересно. Сплелись не звезды, чтобы ты родился. Я тебе открою большой секрет. Леша. Сплелись другие вообще. Ты меня сбиваешь в сунгах моих глобально глубоко философских. Ты сказала, что ты не петендуешь на философию. Это Лешина прерогатива. Ну да, у Леши более глубокая философия моя так поверхность. Кока-кола или пепси? Ни то, ни другое. Вы не пьете газировку? Я пью газировку, но не эту и очень редко. А как вы пьете? Ну, например, фанта. А Макдональдсы? Нет. Не люблю. А что вы любите есть вообще в целом? Я очень люблю мясо. Мясо? Мясо. Печеное, жареное, стейки. Любое. Все подряд. Да. А в сочетании с чем вы любите мясо? Лучше с овощами. А салат? Какой-нибудь. Прекрасно. Греческий. А майонезный? Могу. Какой самый вкусный майонезный? Селенка под шубой. Вы родите мое сердце и душу. Вы поете в душе? Практически нет. А почему? Не знаю. Душ это то место, где можно пить джаз от души? Да, не знаю. Видимо, я могу попить в других местах. Помыться в душе или полежать в ванной? Помыться в душе. Сколько вы принимаете в ванну по времени? Ну, душ. Да. Да как-да-как. В зависимости от того, как я не предполагаю. Ваш рекорд? Длительности пребывания в душе? Ну, не знаю, ну, час, вряд ли дольше. А вы ваню любите? Да. В общем-то? Париться. Венечка. Очень жарко или средне жарко? Как себе? Очень жарко я долго не выношу. В люте украшения? Сережки, колечки? Да. У вас их много? Да нет, не так чтобы очень. Но я люблю очень интересные крем дизайнерские, такие, обычные. Серебро или золото? Серебро. Однозначно. Алмазы или бриллианты? Вот это я не знаю. Либо как пушистые. Да. Ну, вообще-то, по большому счету, они не являются двумя фетишем. Ну, понятно, но все равно. Брюнеты или блондины? Брюнеты. Высокие или низкие? Высокие. Тонкие или толстые? Тонкие. А что вас привлекает в мужчинах? Какой вот факт? У меня есть одна подружка, ее интересуют руки мужские. А ты не участие тела какие-то? Нет. Нет. На что первое вы обращаете внимание при знакомстве с новым мужчиной? Вот у меня подружка одна, она на руки смотрит, другая вот на ступни, чтобы ступни красивые. Если ступни некрасивые, все, вот у чувака шансов нет. Есть у вас такой функтик? Ты знаешь, может быть я буду банально, по выражению глаз. Угу. По выражению глаз можно многое сказать. А у вас в гардеробе больше девочкой в одежде, типа платьиц, юбочек или штанишек? Наверное, все-таки юбочек, платьиц, но и штанишки тоже есть, потому что, ну вообще в последнее время хочется платьиц. Вот что-то в последнее время хочется платьиц хороших и разных. А вы ходите дома в пижамке или в халатике? В халатике. Ой, какая. А какой цвет? Еле у меня еще дома все платьица есть. А какой цвет у вас халатик? Они у меня разные. Есть. У вас много халатиков? Ну, несколько есть. Сколько штук? Ну, штук пять, наверное. А к каким цветам вот вы склоняетесь ваших пижамок? Я пижамки практически не нашла. Ну, вот халатик, да-да-да. Ну, у меня есть желтый халатик, у меня есть халатик такой в китайском стиле, у меня есть фиолетовый халатик, у меня есть такой розовый махровый халатик, ну, у меня даже коралловый такого цвета махровый халатик. А вы их подбирали под цвет постельного белья или нет? Нет, вообще даже не думала об этом. Какой самый интересный скелетик, который у вас строится? Ха-ха-ха-ха-ха, так я тебе и рассказала. Кто же рассказывает о своих скелетах в шкафу, скажи, пожалуйста. Ну, мало ли. Нет, это со мной не тот случай. Ну, какой-нибудь... Нет. Знаете, не самый скелетный, а такой еще. Скелетончик. Да. Это же так интересно. Я понимаю, пусть я останусь в загадках, в чем-то для своих зрители или слушателей. Я знаю, что ты родом не из Париха, но живешь здесь, наверное, большую часть своей жизни уже. И вроде как переезжать никуда не собираешься. Расскажи, откуда ты появилась к нам? Ну, начать с родителей. Ну, как тебе удобнее, начни. Можешь начать с Адамом и Евой, конечно, но я думаю, нам не хватит этого. Ну, с Адамом и Евой я не была знакома. Я еще не так долго живу. Ты слышал старый еврейский анекдот про возраст? Ну, напомню. Так и сколько вам лет, тетя Соня? Когда я выходил замуж за Мойшу, ему было 40, мне 20. Он был в два раза старше меня. Сейчас ему 70, так и мне 35. Ну, да, хорошо. Так вот, мама у меня украинка, самое что ни на есть, даже по паспорту. Родилась я на Карас Донецкой области, в Ханжонково есть такой небольшой городок. Папа у меня родом с Краснодарского края, станица Старая Нижестебливская, то есть он у меня станичник. Корни, в самом деле, есть крестьянские, и с той, и с другой стороны. Родились они во время Великой Отечественной войны. Мама в свое время закончила, с каждым дипломом, кстати, в Урловский педагогический институт в культе транспортных языков. Она преподаватель английского языка у меня вообще по образованию. Папа у меня какое-то время, сейчас боюсь соврать, но, по-моему, я закончил фармичное заводское училище сначала. Я работала в Шахте, кстати, между прочим. Мне кажется, именно тогда они с вами познакомились, наверное, когда он уже в Донецке. Копал, копал, мужчину себя нашел, думаю. Вот, потом... В Украинскую. Но потом, я не знаю, каким образом пришла ему эта мысль, но он решил поступать в военное училище. Он решил стать военным. И сначала он хотел быть летчиком. Но, к сожалению, прошло испытание центрифуги. И поэтому, как он шутит, поэтому я стал врагом летчиков. Всех летчиков я стал зенитчиком. А, логичный, правда. Вот, и он закончил, в конце концов, полтавское военное училище, зенитно-артильвийское, наверное, оно называлось. Стал военным и, в конце концов, дослужился до полковника. То есть он ушел в отставку, в звание полковника. А мама в течение своей жизни несколько раз меняла профессии, потому что мы переезжали в разные города. И не всегда она имела возможность устроиться, работать преподавателем английского языка. И она работала в библиотеке какое-то время, в Шуе мы жили. И я была счастлива. Это был самый счастливый период в моей жизни, когда мама работала в библиотеке. Потому что с помощью мамы можно было достать какие-то редкие книги, почитать. А вот, потом она очень многие годы, и очень хорошо работала воспитателем детского сада. Тоже там какой-то заслуженный методист и так далее. Родилась я в Забайкале, в Бурятской ССР, в городке Ахта. Там отец по распределению служил после окончания военного училища, он там служил лейтенантом. Вот там я родилась. Но прожили на моей исторической родине мы, наверное, по-моему, год только. Год мне был, наверное, чуть больше, когда меня оттуда увезли. Я этот момент не помню. Историческую свою родину я не помню, ни разу на ней не была. Может быть, это случится в будущем. Вообще, на Байкале я хотела бы сидеть. Это очень интересно. Я начинаю себя помнить уже с Киева. То есть в Киеве я пошла в детский сад. И вот это даже я чуть-чуть смутно помню. В какой-то момент к нам приходили в группу из музыкальной школы, избирали учащихся. И меня, кстати, тогда выбрали. И предложили мне заниматься скрипкой. Или не мне, а моим родителям. Но родители сказали, мы этого не переживем. Да, инструмент тяжелый. Скрипка – это не для сабомерных. Поэтому на скрипку они меня на тот момент не отдали. Но вот 7 лет, я помню, это было мое собственное желание. Мне захотелось заниматься музыкой. И, естественно, я хотела заниматься очень на фортепиано. Но фортепиано у нас не было возможности тогда еще купить. И мне предложили аккордеон. Кстати, о чем я не пожалела никогда. То есть первое музыкальное образование, первое музыкальное школу – это я закончила музыкальную школу на аккордеоне. А позже все-таки желание научиться на фортепиано, оно не проходило. Поступила в училище музыкальное, отца перейли обратно в Тобав. И моя вся семья уехала, а я уже осталась здесь. А в Палик попало уже пострадаление. Мне когда мать приехала в Палик, она так вот вышла из автобуса, а тогда Палик был не то, что сейчас. Сейчас это как бы не мегаполис. А тогда это был прям... Прям соседний мегаполис. Прям вообще не мегаполис, никаких там рекламных счетов, ничего не было. Она в городах там пожила. Она такая, куда я попала, это же дыра. Но, тем не менее, так она, в общем-то, здесь и живет. И, в общем-то, не особо, наверное, переживайте про вопрос. Когда ты получила распределение не в Москву, не в Санкт-Петербург, а получила распределение в Палик. Было такое? Вот, Пападос. Ты знаешь, не было. Но меня угнетало, конечно, потом в долгие годы проживание в общежитии. Потому что своего жилья не было. И приходилось жить в общежитии. Но, опять же, я была юна, бодра, весела, полна сил, энергии и так далее. Ну, я надеюсь, это еще не прошло до сих пор. Вот, и единственное, что меня угнетало, это проживание в общежитии. Все-таки хотела собственного жилья. Ну, вот, ну, не знаю. А потом появились знакомые, появились друзья. Я оказалась уже потом в течение времени в очень, можно сказать, в эпицентре какой-то интересной, культурной, творческой жизни Палеха. И Палех я очень нежно и трепетно люблю. И я действительно сегодня хочу уезжать. И я люблю Палех. Хочешь научить тебя играть? Да, конечно, хочу. Прям сходу. Вот пьесу тут сыграем. Сейчас, если будешь внимательна и старательна, сядь. Я так села. Нормально, пойдет. Ага. Мы с тобой сейчас сыграем даже в четыре руки. Давай. Ручала, ты одна попробуешь, я тебе покажу. Ты попробуешь, если получится, попробуй четыре руки. Сука. Вальс собачек называется. Но не тот вот собачий вальс, не вот этот. Он друг. Гораздо проще. Вот смотри. Вот у тебя три черные клавицы, понимаешь? Вот это, вот смотри, давай мы будем играть с тобой вот этим пальчиком вот этой рукой и вот этим пальчиком вот этой рукой. Ага. И будем играть с тобой по очереди. Смотри. Сейчас я тебе покажу, а потом я дружу повторять. Повтори. Это. Умница. Сюда? Да. Отлично, гениально. А ты знаешь, что постараюсь, чтобы это вылезло более пианистично? Вот так не играй. А все-таки вы не пальчики и злобочки. Вот так просто спокойно. И не торопись. Я очень старая. У тебя получается. У нас в гостях была Татьяна Свириденко, педагог и замечательный человек. Ну все. Спасибо большое за то, что пришла, порадовала нас. Спасибо вам. Мне было очень интересно побеседовать с вами. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это вот сейфи то, что вы пели, да? Очень часто даже. Вам что больше нравится? Песни или вокализы петь? Вообще просто нравится петь. Ну как бы просто одну ноту так. Правильно ее так. Это, кажется, что я одна нота много. Ну они так туды, все туды. Все что угодно. Хоть песни, хоть вокализы. Ну а и руладушку из римлага. У него же можно вообще чуть-чуть так прекрасно. Благодарю за внимание. Коля, это всё наконец-то. Всё.